давайте теперь перейдем к разделу поляризация кристалла оптика но сначала поляризации если вы помните волна электромагнитная выглядит таким образом к вектор показывает направление распространения е перпендикулярно к аж перпендикулярно к и и аж свою очередь перпендикулярны друг другу если такая волна распространяется через обычную среду то есть если среда и изотропные и не вращающие что такое вращающая среда чуть позже будет то нет никаких причин чтобы направление колебания вектора менялась но тоже самое и аж то есть поляризация сохраняется и вектор е определяет собственное направление поляризации если мы посмотрим на эту волну либо хвост говорится либо навстречу и если оси x и y не совпадают с направлениями е и h то вообще говоря направление вектора е может быть произвольным и мы всегда можем разложить этот вектор е на составляющую по оси x и по оси y естественно е колеблется точно так же колеблются и компоненты по икс и по игрек вот это приблизительно написано здесь если фи сдвиг фаз который во втором косинусе стоит равен нулю то собственно вот такие колебания и будут происходить если же ввести сдвиг фаз то вообще говоря колебания по оси y и по оси x будут не совпадать по фазе одно будет отставать от другого что при этом будет происходить вектор е вообще говоря будет описывать какую-то конец точнее вектора е будет описывать какую-то кривую можно аналитически показать что это эллипс причем этот эллипс ограничен естественно значениями вот этими а и b точнее он находится в прямоугольнике размером 2а на 2b выглядит это приблизительно так если сдвиг фаз равен нулю то колебания как я уже говорил происходит вот в этом направлении вектора е если чуть-чуть увеличить сдвиг фаз получается вот такой эллипс если еще увеличить то получается эллипс уже вот такой а если а равно б то это круг если увеличивать еще дальше то возникает линейная поляризация но направлены под другим углом кто изначальной поляризации но если еще увеличить то опять же эллипс но уже вращающийся в другую сторону потому что 3 пи пополам это все равно что минус пи пополам и тогда вращение происходит другую сторону что следует из этого рассмотрения из этого рассмотрения следует что если у нас есть какая-то эллиптическая поляризация она фактически состоит из 2 линейных только между этими линейными поляризациями есть 2 фаз это значит что любую эллиптическую поляризацию и круговую тоже мы можем разложить на 2 линейные но оказывается что и линейную поляризацию мы можем всегда разложить на 2 круговые но то если у У нас есть линейная поляризация, вектор Е вот так колеблется. Если мы возьмем вместо этой волны две волны, у которых вектор Е вращается, но в разные стороны, то в сумме колебания будут происходить точно такие же. Вопрос, что правильнее и что лучше? Ну, правильное то и другое. А вот на что лучше разлагать произвольную поляризацию, на круговые или на линейные, все зависит от задачи, которую вы решаете. Ну вот, например, если мы рассматриваем отражение волны от диэлектрика, мы уже рассматривали, получали формулу Френеля, потом получается, что результат зависит от того, в какой плоскости колеблется вектор Е. Если вектор Е колеблется в плоскости падения, то получается отражение выражается через тангенсы. Если же перпендикулярно, то через синусы. Ну и наблюдается, как вы помните, интересный эффект, что при определенных углах, но только для поляризации, когда вектор Е колеблется в плоскости, есть угол Брюстера, когда отражение равно нулю. Вот для него параметры. Но может быть другая, например, задача. Прохождение волны через холестерический жидкий кристалл. Что такое жидкий кристалл? Это такая вязкая довольно жидкость, у которой молекулы ориентированы определенным образом. Причем самопроизвольно обычно это получается. В холестерическом жидком кристалле молекулы выстраиваются в виде спиралек. Здесь явно уже не симметрия есть. Левая отличается от правого. И в итоге получается, что поляризации круговые с разным направлением вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки имеют разные скорости. Конечно, в этом случае правильнее и удобнее разлагать на круговые поляризации. Ну и вот теперь переходим к кристаллооптике. В кристаллах есть анизотропия. Атомы располагаются, конечно, регулярно, но расстояния между атомами по оси Х и по оси У и по оси З могут быть разными. И тогда получается, что поляризация в этих направлениях тоже разная. Если вектор Е направлен по одной оси или по другой, получается эпсион разные, показатели преломления разные, и диэлектрическая проницаемость становится тензором. d выражается тогда вот таким образом. Здесь по повторяющимся индексам, естественно, подразумевается суммирование. Но оказывается, что в непоглощающих средах должно выполняться эпсилон и житая равно эпсилон жи и тая комплексно-вспряженное. Опять же, в невращающих средах, в отличие, например, от тех же холестерических жидких кристаллов, эпсилон и жи и тая вещественная. Это можно показать. Из этого сразу получается, если комбинировать эти свойства, что должно быть эпсилон и жи и тая равно эпсилон жи и тая. А это означает, в свою очередь, что этот тензор можно диагонализовать правильным выбором координат x, y, z. И тогда для вектора d получается довольно простая формула. Что будет происходить, если волна попадет на такой кристалл, у которого поляризуемость зависит от направления вектора e? Волна распадется на две волны. Волны распространяющиеся с разными скоростями. Эти волны имеют, естественно, разную поляризацию. Можно строго аналитически показать, что волны будет действительно именно две, а не три, например. Какие же теперь соотношения у нас по-прежнему будут выполняться между e, a, h, k? То есть, что будет по-прежнему перпендикулярно, а что нет? Давайте разбираться. Берем уравнение Максвелла. Для гармонических волн операция ротора, вообще говоря, эквивалентна векторному умножению k на тот вектор, от которого ротор берется, ну, еще множитель минус i, немая единица. И вот, проделывая это, мы сразу видим, что, поскольку результат векторного произведения, естественно, перпендикулярен и k, и e, что h перпендикулярно k, h перпендикулярно e, d перпендикулярно k, d перпендикулярно h, но нигде в этих выражениях нету условия, что e перпендикулярно k. Оказывается, действительно, вполне может быть и часто e не перпендикулярен k. То есть, выглядит это в пространстве вот таким образом. вот k волновой вектор, это направление распространения волны, волновые фронты перпендикулярны вектору k. Дальше, вот этот вот затемненный сектор лежит в плоскости d, k, вектор e лежит в плоскости в этой, но он не перпендикулярен k. И вектор пойнтинга, поскольку, если вы помните, это c на 4π на векторное произведение e на h, тоже, оказывается, не совпадает с k. К чему это приводит? Есть такой очень интересный эффект. Вот если мы кристалл исландского шпата положим на, например, бумагу, на которой что-то написано, мы увидим, что изображение раздваивается. Даже если мы будем смотреть перпендикулярно граням, когда по закону Снеллиуса, казалось бы, не должно быть никакого преломления, никаких отклонений пучка. Что при этом происходит? Одна поляризация, точнее волна с одной поляризацией, проходит как ей положено, перпендикулярно и выходит так же. А вот другая волна имеет вектор пойнтинга, направленный под углом к вектору k. И хотя волновые фронты, вот они там нарисованы, по-прежнему горизонтальны, а вектор k вертикально вниз направлен, тем не менее, весь пучок смещается вбок. А на выходе они продолжают идти параллельно. Ну, дальнейший анализ в общем самом виде, он довольно трудный. И поэтому в курсе общей физики обычно ограничиваются анализом одноосных кристаллов. Что такое одноосные кристаллы? Это кристаллы, у которых по двум осям, обычно их принимают за x и y, диэлектрические проницаемости одинаковые. А вот по оси z диэлектрическая проницаемость другая, либо больше, либо меньше. То есть получается вот такая вот поверхность, что-то типа эллипсоида, на самом деле это волоид, но это не важно. Главное, что если взять сечение перпендикулярное z, то диэлектрическая проницаемость будет одинаковая везде. А вот по z, если e направлено, уже другая. И другой показатель преломления. И они обозначаются NO, NE. Сейчас станет понятно почему. Значит, если такой кристалл, падает волна, мы можем построить плоскость, в которой лежат оптическая ось кристалла z и волновой вектор k. Дальше, если вектор e имеет произвольное направление какое-то, мы можем его разложить на перпендикулярную составляющую, то есть перпендикулярную плоскости, и остаток какой-то, который, естественно, лежит в плоскости. Вот эта волна, у которой вектор e перпендикулярен плоскости, называется обыкновенной. Почему? Потому что, если вектор e перпендикулярен оптической оси, то, как мы только что выяснили, у него показатель преломления будет всегда одинаковый, NO, вне зависимости от направления вектора k, то есть от направления распространения волны. А вот с этим остатком совсем другая история. если k направлен по z, то этот остаточек будет перпендикулярен оси z, и у него показатель преломления будет такой же, как и у обыкновенной волны NO. А если k перпендикулярен z, то e, вот это параллельное, будет колебаться по направлению оси z, и у него будет совсем другой показатель преломления, NE. Ну, а если его направление какое-то произвольное здесь, то, соответственно, показатель преломления будет меняться от NO до NE. Выведена соответствующая формулка, которая выглядит вот таким образом. Это N, это показатель преломления необыкновенной волны. Естественно, он зависит от угла между направлением распространения волны, то есть вектором k, и осью кристалла. Совершенно неправильно говорить, что NE это показатель преломления необыкновенной волны. Это действительно показатель преломления необыкновенной волны, но только в том случае, когда Е направлен по оси z. Во всех других случаях вот показатель преломления необыкновенной волны. Он зависит от направления распространения. Какие эффекты интересные наблюдаются в кристаллах? Ну, во-первых, один эффект мы уже рассмотрели, это раздвоение изображений. Ну, вот интересный эффект еще достаточно неожиданный, что угол отражения может быть не равен углу падения. В кристаллах это случается. Значит, из чего мы выводили, что угол отражения равен углу падения в изотропной среде? Из того, что все максимумы, минимумы всех волн должны бежать по поверхности с одинаковой скоростью, чтобы граничные условия выполнялись в любой момент времени, чтобы не разбегались эти максимумы и минимумы. Скорость вдоль поверхности естественно равна скорости волны делить на синус соответствующего угла, угол падения, угол отражения. Если скорости одинаковы, то и углы одинаковы. А если скорости не одинаковы, то и углы будут не одинаковы. Вопрос, может ли быть скорость отраженной волны другой, чем упадающей волны? Может, вот вам пример. Возьмем призму из одноосного кристалла. Оптическая ось направлена по горизонтали, показана этими линиями. Пусть падает волна. Если вектор Е колеблется перпендикулярно рисунку, то с ним ничего особенного не произойдет. При отражении он будет отражаться, как ему и положено. Угол отражения равен углу падения. А вот если вектор Е колеблется в этом направлении, смотрите, что будет происходить при отражении. У отраженной волны вектор Е будет колебаться уже по направлению оптической оси. И для него показатель преломления уже будет другой. А значит, эти пучки с разными поляризациями разойдутся. Они пойдут дальше под разными углами. И это легко демонстрируется. Так оно на самом деле и есть. Ну, теперь рассмотрим, а как можно управлять поляризацией. Ну, самый распространенный метод использования фазовых пластинок. Что такое фазовая пластинка? Это пластинка из кристалла обычно одноосного, чаще всего из кристаллического кварца, у которого оптическая ось лежит в плоскости пластинки. Что будет, если мы направим на эту пластинку волну с линейной поляризацией? Ну, самое выгодное для управления, по крайней мере, расположить пластинку так, чтобы направление вектора Е составляло 45 градусов с направлением оптической оси, но это, в общем-то, не обязательно. Мы можем разложить вектор Е на компоненты вдоль оптической оси и поперек оптической оси. Ясно, что показатели преломления для этих компонентов будут разные. Значит, будет и разная скорость распространения, и разный набег фазы, пока они пройдут через эту пластинку. Что в итоге получится? Вот, если набег фазы π на 4, то есть, это разница в фазах для одной и другой компоненты, то линейная поляризация превращается вот в такую эллиптическую. Если π пополам, эта пластинка называется λ на 4, то поляризация превращается в круговую. Если 3π на 4, то опять имеем эллипс наклоненный, а если π, эта пластинка называется λ пополам, то направление поляризации меняется фактически получается зеркальное отражение относительно оптической оси. То есть, если изначально было 45 градусов, то и здесь получится 45 градусов. То есть, получается, что поляризация повернется на 90 градусов. Вместо горизонтальной поляризации мы получим вертикальную или наоборот.